ну допустим это будет самый нормальный разговор почему абрикосами беда я сегодня может отсюда начнется следующая тема уже чисто абрикосы я сегодня снял фильм он получился сильно крупный я не смог его скачать это дело брата специалиста завтра скачает завтра выставить там знаете что у меня впервые за много лет до две трети погиб абрикос да еще какой сын манджурса а я их называл как неубиваемая я их называл бессмертными пассивно прямая жизнь уже скоро свободу за 40 лет исполнилась первому абрикосу которому я и без уважения присвоил звание патриарх 40 лет а он на сороковый год только это получается рекорды урожай на сороковый год это что старость еще раз 40 лет на сороковый год это старость и вот получается что у меня я заметила за только вчера зеленеет зеленеет а у него зазернял там где-то четвертая часть сухие и он единственный которому я сделал своими руками двухметровый штаб и единственный а почему а потому что мне когда кислород перекрыли соседи мне пришлось трактор через центральные ворота загонять и растут два абрикоса и обои жалко какой-то надо выпиливать вот и я скрипя сердце на одном из них боковой ветки отрезал с одной стороны чтобы трактор вместе с тележками пошире проходила между ними два метра 50 сантиметров и вот он пусть ему 30 лет но он уже не этот не не бессмертный все он явно погиб потому что уже оставлять я не могу он меня позорит там четвертая пятая часть веток зеленое остальные сухие вот то есть я буду выпиливать но он мне дал такой великолепный шанс я потом еще фотографию покажу вот такой великолепный шанс и вернуться к этой теме ребята не калечьте деревья вот и вот такие вот уважаемые люди они суперспециалисты именно в селекции но почему они не понимают почему короткий век утеряем почему они гибнут на втором месте а по стране и знаете уже вырос как погибло и вроде бы без всякой на то причины сегодня разбирался я боже мой я так пожалелся не записал разговор знаете что там было долго долго сотня абрикосов моих это если не ошибаюсь латвия там еще есть литва эстония ну кажется латвия зовут андрей вот несколько лет назад я вас знакомил с ним потом тишина я уже начал забывать а у него около 100 абрикосов растут как ни в чем не бывало он у них выписал и они пошли и молчали несколько лет молчал и вдруг из 80 50 мертвых ну не сразу начали выпадать выпадать я растерялся думал господи шо ж такое я так радовался вот она вот она моя победа это моя победа ну его тоже андрея но и моя и что вы думаете такой страшный это вот и он меня цитирует знаете как он меня цитирует сказать значит природа вы написали или вы говорили природа сама отбракует решит что оставит ну чё ты говорит много много это отбраковала так полушитя полу горько ну а потом уже началось а он натерн привал я схватаюсь за голову да разве может 80 привитых натерн но там были еще и эти там были еще и самосевы то есть не самосевы как сеансы были но уже эти то привитие натерну их уже короткий век мне уже немножко отлегло не я крайне ну и так далее фильм посмотрите вот он сюда попадет на мой канал и почему это было как называется забыла предисловие это было прям было сейчас лариса будем разбираться а я прошу прощения друзья жизнь нет ключом так поехали значит серьезный разговор предстоит я бы не вернулся к теме абрикосов мне чтобы других теме уже более редкие есть вещи а вот абрикос это подруга абрикос вот но вот это массовая гибель в этом году по всей стране схожесть абрикосов как будто нарочно уникальная я весь это исцелованный образ заговоря хожу я хожу счастливый мы победим вдруг 20 деревьев гибнут значит тогда прежде чем делать выводы будем смотреть что нам мешает их вырастить может это будет это они меня будут потом даст я их там третью серию сейчас открою как бы открытое письмо фильм путина когда-то же ко мне могут на воронок приехать если я буду путина доставать а кто-то на меня не знаю ладно поехали пока смотреть мне вдохновило что от путина от его администрации все-таки это реакция была подумаешь получил ответ который можно перевести так пошли вы нахрен вот а потом такой же копию отправит в эту администрацию смотрите мы с человеку сказали создавать структуру да пусть создает структуру тогда зачем нам минус сельхоз нужен тогда мы с вами будем здесь работать постепенно и так поехали раз абрикосы гибнут надо чтоб хотя бы если даже объективные причины я сейчас еще закончу я забыл когда у меня во первых это было что во первых это было часть больше сейчас привита или просто большая часть привита на тёрт это уже короткий век да причем он уже пробовал плоды несколько лет прошло а как он у меня косточки выписал как он и через границу переправил я уже диплом или я напрямую вышел во всяком случае было еще вторая причина в разговоре я главал голову вы долго разговаривали по телефону я ломал ломал голову и говорю у вас повышенная влажность он садил на холмы у него не были заглублены корневой шейки это один из моих лучших учеников да сами понимаете сотни восемь с чем-то прошло это нехорошее учение тогда получается следующее тогда получается следующее я ему говорю ладно вроде бы нет причин чтобы у вас из 80 50 абрикос погибло молодых но у вас повышенная влажность они могли просто сгнить и он примерно так же говорил какой-то запах появился в этих самых умирающих ветках запах игра ну все гниют значит просто повышенная влажность и теперь задача того же андрея и только андрея а всех нас каждого регионе своя почва свой этот световой день свой мороз свой этот самый жара своя влажность влажность важнейший момент мало того что посадил по железу все равно влажность влажность тогда что надо делать да лучше бы начать было бы андрею и всем нам может быть надо было ведь может даже не разорился бы чтобы не сотню а тысячу бы заказал косичек и сейчас бы не 30 было живых а 300 и ведь нашлись бы именно такие которые бы эту повышенную влажность латвии не заметили каждый из нас может стать селекционером по неволе но возвращаясь к нашим делам почему потому что есть вещи которые мешают развитию абрикосоводства поехали я читаю эту статью мне такое подозрение что этот самый ладно все не буду не буду не буду создать абрикосов лучше рано весной как только сойдет снег в апреле правильно можно и очень правильно при посадке необходимо создать шоктурную почву вот с этого все и начинается ребят смешать глину песок и торф разных частях из вида ламитовую муку вот заметьте там будет еще одна статья такая же и опять специалист но там будет третья часть дерьма то есть этого самого там будет третья часть что очень опасно страшно берегное то есть они еще не договорились тут ученые там ученые ну придумайте что-то одно как в количестве деревьев какая глина может быть там где растет абрикос ну что ничего нет просто земли обыкновенной земли почва делится на супец почва делится на это самое да в общем если супец это больше песку да сугрена где пау где больше глины ну почему не этот не не написать что ты там где ну проверьте вы возьмите один раз я имею ввиду не вас вы научный сотрудник отдела флоры этого академии наук ну почему академии наук вами еще кому-то не даст тут много не надо тут сто лучше бы тысячу каждому я бы посадили всех косточки одинаковые все с одного дерева есть такие деревья как у меня что тысячи дают чтобы они были все родственники и в одну заложили вот как у нее допустим значит глину песок и торф там торфу делать нечего там песок только как сейчас еще обгодился глину нельзя туда давать и вот что ямах растет в этой вот как у вас песок глина торф я задела говорю там мы правда в третью серию сделать а брат может все таки не это не вызовут санитаров или воронок что я достаю от президента вот тот следующий товарищ у него третья часть должна быть этого самого дерьма то есть перегноя значит следующая сотня вот так как тот советует а третья по железу пойдет 5-10 лет пусть потеряем годы раз навсегда чтобы вот этого не было я заранее знаю что нельзя глину и торф туда нельзя ну с обрезки далеко если все ли день такой я не виноват вот друзья встаньте на мое место ну вот это издевательство издевательство из издевательства вот это вот вот кавален кавалерия вот это вот мне я я не знаю что вы это самое для чего вы живете для чего вообще там нужны ну отраслевой союз будут это размещаться они меня на это же помогут не мне если уже наоборот идет стране помочь вот я извините что я такой извините идем дальше итак если учеба есть учеба если наземная часть саженца намного превышает корневую систему то для растения важно сократить ее обрезкой и да вот аплодирую вот саженец всегда верхняя часть надземная как тут написано всегда превышает корневую и нужно сократить обрезка вот хоть раз что-то я пути это услышал это такая редкий случай саженцы абрикосы легко восстановить утраченные ветки при наличии хорошей корневой системы восстановит после посадки форм почву содержат чисто началось чисто сорняков состоянии постоянный рыхляд посаженные деревья интенсивно поливают всю весну и первую половину лета нельзя абрикос поливать интенсивно ну нельзя я знаю вы специалист у вас даже были эти новые сорта у вас были даже успехи но сколько у вас вы я же читал ваши отчеты сколько у вас было беды как можно это советовать абрикос поливать всю весну оттуда умертвить всех червей которые не успеют у это убежать на поверхности их сожрут умертвить все выдавить оттуда кислород все разве можно интенсивно поливать это же абрикос он пропадает от полива абрикос пропадает ну а потом слава богу к началу августа полива сокращает а затем ну наконец-то хоть что-то чтобы не вызвать ненужный ненужный к земле рост ну первый полный ряд разве можно так относиться к абрикосам вот она страшилка прополка требует за глубокую осень вы представляете черная земля в абрикосовом саду представили это сколько работы кроме пенсионеров заниматься там некуда людям среднего достатка ну нужно с утра до вечера пахать на двух работах на трех работах когда мы ведь вы знаете как она вот тот кто имеет небольшие участки там 10 квадратных метров морковка свекла лук так это какая это требуется эта работа чтобы их не забили садыки и здесь требуется все лето как это же это было 19 века вы что не попробовали задернить задернить хотя бы просто прекратить поливать косить траву а начало августа полива сокращает спасибо на этом следующее и опять 19 век да сколько ж можно после листопада необходимо собрать и сжечь или закопать все опашу листья все плодородие почвы собрать же за слово сжечь сейчас надо в тюрьму садить сейчас должно быть так есть в каком-то году но это примерно лет 10 назад допустим да было вот это написано ну скажем не подумавший не подумавший так бывает вот собрать и сжечь то сейчас должна быть новая статья появится коллега а в ней должно быть написано если сто лет мы призывали 200 за эти годы было уничтожено огромное количество дачных массивов тысячи дать вместе со всем содержимым вот где люди жили только потому что они начинали с того вторых этого как здесь написано они начинали с того что собирали и сжигали листву это бедствие невидимая миру и никто до сих пор не сказал и скажите говорится ли это теперь ваш долг если вы до сих пор призываете это была книга помните это ваша учитель если вот это вы призываете вот достаточно свежая статья времена изменились сколько можно в этих сжигать дачные массивы и дачные эти дома вместе с садами сколько можно а потом от этого идет гигантские площади эти самые горят леса вот задыхаются миллионы людей в этих самых мегаполисах прямом смысле теряет сознание скорой помощи не успевает заработать и хватает скорой помощи вот это там можно сказать изменились времена сейчас все больше люди значит давайте мы теперь с какого-то момента даже не вспоминаю свои ошибки с какого-то момента давайте мы откажемся от этого давайте просто пусть остаются на месте потому что все таки листья прошлогодние это не мусор это же дерево питается у меня 40 пусть активный возраст 30 последних лет не было ни одного понятной подкормки вот же она дерево упала листва перед его это дерево опять листва опять 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 ну разве можно так разве можно советовать людям делать совершенно как бы назвать каторжную работу каторга настоящая разве можно радость нахождение в саду превращать в каторгу в мучительную работу можно ли это делать прополка до глубокой осени впереди зима мороз а дернов слой нету понимаете нету корни защитить не чем не поняли как еще громче крикнуть корни не чем защитить из-за вашей глубокой прополки до поздней осени но нет наверно пусть будет 3 серия кто-то же все равно прочитает из этого самого из путинской администрации а вдруг кто-то до кого-то дойдет хотя уже сам не верю ничего можно чем ой на я не виноват нахрен было минсельхоза такой ответ не писать типа пошел нахрен там по-другому мы тут причем явно мы тут причем а причем они вообще тогда нужны идем дальше в следующий раз если администрация увидит этот фильм да все таки я рискну вот и брат мой рискнет если этот фильм выйдет с 3 серия открытое письмо путина то его если вы меня слышите уважаемая администрация президента огромное уважение фильме к вам отнес не зря вы переправили мое письмо поняли важность его это минсельхоз не понял его еще надо знаете куда отправить его надо отправить в министерство науки и высшего образования 2 и кроме минсельхоза и надо отправить его в это самое академию наук 3 ну еще несколько мест и жаль что не существует я отправлял же эту информацию еще же в эту канал наука они тоже не поняли вот и они не поняли я сейчас еще еще раз я третий раз в разное время я дважды этот анекдот рассказывал извините тех кто его хорошо помнит приходит расстроенный учитель математики домой и говорит ты знаешь жена я устал я это я весь в этом я не знаю я плохо учитель меня ученики не понимают на что случилось дорогой понимаешь я им рассказал теорему пифагора они не поняли тогда я им второй раз рассказал теорему пифагора они не поняли вот вы поняли почему надо каждый раз отправлять в эту минсельхоз а вдруг поймут это не шутки вот это жечь закопать собрать на поздней осени перекапать не будет у нас садов если мы не будем задернять это же самый это же самый сад читаем дальше вы думаете все сделали что вы это искалечили ноябре берет вот вы знаете что это вы еще по привычке написали берет это тоже старая старая прием чтобы защитить стволы от солнечных ожогов случая в конце зимы заметьте берет в ноябре а ожоги в конце зимы что тогда придумали надо было на этом тоже заработать надо да вот и тогда придумали не берет нет и никто этого не заметил что тогда внимание краска для деревьев краска для деревьев краска для деревьев краска для нельзя и акрил в таком на садово Idea случилась невероятная подлость если осени берили. Первый-вторый год я сам берил. Что я тогда понимал-то? Я металлок. Вот. А она за зиму поблупливалась. И весной никакого влияния не оказывала. Я пробовал белить весной, а мне наука говорит, в лице вот этих специалистов, я же насчитанное, я же много чего читал. Вот у меня в мешках завалены эти это сейчас называю ее эту литературу, знаете, какое? гульварное. А раньше я акт не сразу начался. А они говорят, нет, если вы поберете поздно. Весной поздно, а осенью получалась рано. Осенью облупляется, весной опоздали, не спасает от арога. И не спасает от мазобой. И тогда придумали краску. И вот когда вот эта подлость случилась, великолепная подлость, и когда были загублены бельоны деревьев, в прямом смысле, и когда видят мертвое дерево, никто его не связывал с покраской, заметьте, не с побелкой, с покраской. Это разные вещи, это не просто разные слова. еще раз, будем третью серию делать. Смотрим дальше. А, потом разъяснение. Вы уже запомнили про побелку, так, нет. Объясняют, зачем нужна эта побелка. О, нагревает кору, дерево начинается преждевременно. А вы знаете, что побеленное дерево замерзает, потому что зимой солнце не нагревает его. Ну, возьмите 100 деревьев, побелите, 100 нет. Одинаковых, опять же, с одной тоже дерево, косточки. Но я умоляю, а вдруг дойдет, а вдруг администрация скажет, а прислушайте железу. Ну, сколько нам-то отравы, когда собиралась комиссия специальная, нам нужно продлить срок жизни людей. Раз. И у нас население сокращается, надо было увеличить. Ну, первое, что нормально приходит гол, так, что надо чаще. Вот. А, нет. Вот, слово не воробей, воскался. И еще там много чего надо делать, чтобы население увеличилось. Вот. Но это отдельная тема, мы ее проходили. Какая опасность представляют подгузники, партыши, это мы проходили. Да, у детей. Вот. Дальше, значит, получается, раз такое случилось, так, значит, кто-то должен дать команду, прямом смысле, просто дать команду, но лучше бы пожелать, ну, чтобы услышали все миллионы, чтобы такой уровень был автор, который выступит с высокой трибуны. Команда будет, она показывает на ток-шоу везде. Мы про ток-шоу еще поговорим. Вот. Гражданин вы мне прислали уникальный материал. Почему я вас назвал гражданином? Принимайте. Гражданин большой попор. Вот. И это мы сегодня, не успеем, но у меня материал приготовлен. Вот. итак, берем 100, 200, 300 косточек порастели, 100, 200, 300 косточек порастели, 300 побелили, 300 не стали белить. И так, несколько лет. При одинаковых условиях создать абсолютно одинаковых условиях. Все косточки садового дерева, все родственники. И смотреть, сколько из них останется, сколько. Я скажу, что те, которые будут белить несколько лет, они все сдохнут. И когда вы видите мертвые деревья, никто не обращает внимание, что они покрашены. Я не оговорился, они побелены. Нету больше побелки. Вот. Нету. Я что, выдумал это все? Смотрим дальше. Вот началось. Ну, оружие, как делать побелку, не будем. Это было уже десятки лет назад. Вот. Ежегодно в марте необходимо удалять больные слабые ветки, вырезая на кольцо все лишние победы. Это самое. Гражданка, лучший сотрудник, мне уже в вашем поведении как-то стыдно лишний раз упоминать. Вот. Какое могут быть это обрезка на кольцо? Забудьте сами. Вы же знаете меня. Вы сами признавались. Вы знаете все. вы знаете все про мои манджурские абрикосы, замену которым вы не нашли как подвое, как не искали. Не там искали. Вы знаете всю агротехнику, вы знаете это. Я потом покажу другую вашу статью. А может не надо, потому что она вас буквально позорит в статьях. Так вот, значит, обрезка на кольцо смертельно опасна. Лучше сухую ветку вообще не трогать. Ну, на кольцо вырезать на кольцо. Как вы этого за свою жизнь не заметили? А? Как? У меня куча фильмов, у меня сотни фотографий, вот, у меня распиленные деревья. Как вы не заметили этого? Может быть, как-то вы в ближайшее время неизначально пишете, что не надо отрезать на кольцо, лучше оставить этот самый пенечек, который будет служить пробкой. В чем для нас чешется? Вы извините, я все время чешу его. Сам удивляюсь. А кто меня может вспоминать-то? Чешется у нас невероятно. Так я буду сидеть, чесать. Итак, слушайте дальше. Укорачивать слишком длинное. Можно укорачивать слишком длинное? То есть, физически, а зачем? Я хожу возле дерева и вспоминаю вашу статью. Зачем укорачивать слишком длинное? Зачем делать лишнюю рану? Я сделал сотню ран, их последний год был очень тяжелый с точки зрения мороза. И все на разных деревьях. Я же где закатал щенки. Везде, где я отрезал ниже мертвичина 10 см, 20 см, или уже ветка второго порядка. Вся мертвая, целая, нетронутая мороза. Отрезанная, вся мертвая, целая, нетронутая. Я фильмы целый снял. Я могу ошибиться один раз. Но не было ни разу, что у меня сухая мертвая ветка, не тронутая секатором, а отрезанная у меня целая. Ни одного случая. Я в Сибири живу. А вы знаете, что сибирские морозы, есть такое выражение, они могут быть где угодно. И у вас в Подмосковье наверняка были такие. Вот это да. Как можно, вот опять, вы понимаете, вы когда эту статью писали, вы взяли готовое еще 10 лет назад свое, может быть, 50 лет назад старую статью переначали, извинили эту самую, только авторы. Ну нельзя на кольцо. Ну как, как, кричать надо? Нельзя, кольцо смертельно. Туда сразу попадает мороз и перехватывает все эти самые сосудистые пути. А иначе быть не может. Мы в России живем-то. Я когда дочитал до этого места, я еще терпел вот это все. Хотя и каторжной работы я противник. Ну когда опять кольцо, ну можно было не заметить, хотя бы пропустить это, чтобы уже смертельный прием не попадал сюда-то. Срезу замазывает масляной краской. Пожалуйста, только лучше их не делать. И вот самое страшное, что вы пытаетесь это доказать. Ежегодная обрезка, речи в абрикосах, которая хрупкие настолько у нас в Сибири, где им не место вообще-то. В пользу разговоров с этим жителем Латвии. Чуть повыше влажность человек она больше часть уже мертвых. Ежегодная обрезка пишите, поддерживает дерево в состоянии постоянного активного роста. Оно вынуждено восстанавливать. Ну зачем отрезать ветку, чтобы она опять ее восстанавливала? Я никогда вот у меня стою возле дерева. Ну что я с ума почему я такое неправильно? Почему я вижу, что если я эту ветку отрежу, чтобы сделать менее затененным, она растет вниз. А на ней все равно плоды. Хоть они вниз растут, хоть вот так растут, хоть вот так. На ней плоды, которые еще сгибают ее вот так, а потом в таком положении остается. И каждый год это ветка, которая смотрит вниз. Плодоносец это плодоносец. Зачем отрезать? Ну если я отрежу, тут же последует замена. Но этой замене надо вырасти. Я отрезаю ветку, допустим, ей 2-3 года. 2-3 года и замена обязательно вырежется. Это в программе заложено. А Лариса, хух, господи, я даже не думал, что я буду в таком тонне разговаривать. А виноват не я. Виноват не я. Пусть еще в этом самое. Я еще дать как сделаю? Вот. Я еще сделаю вот так вот так вот так вот так вот так вот так сейчас секундочка вот. А вот в самом конце я еще это письмо еще раз покажу. Всем. Всем, всем, Нет. Ладно. Пока продолжаем. А то на полезные советы мало времени останется. Итак, дочитали до личных веток. Видите? И вот это, чтобы нас заставить ежегодно обрезать, да, вот, придумали вот это, что ежегодно обрезка поддерживает дерево в состоянии постоянного темного роста. Да, восстановлюсь. И самое страшное, что вот это, это уже провокация, что позволяет обрезка ему самостоятельно противостоять болезням. Как может искалеченное дерево противостоять болезням? Лариса, ну что, ни разу не видели дерево нормальное? Вот оно растет, так и муси газами. Некоторые говорят, 50-60 лет до сих пор плодоносят плоды вкусные. Сколько уже таких мы открыли? Я говорю, на них сюда надо вешать табличку. Вот. Под защитой ООН, под защитой ЮНЕСКО, под защитой Академии Новости Сибири 50-60 лет, если еще веточку можно взять? А почему никто не трогал? Руки не нашли. А молодежь гибнет, 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 гибнет. Вспомните, Кульдюбол, вспомните эту самую Кубань. Благодатнейшее место. Ни черта, абрикосы не растут, персы не растут и прочее, прочее. Но зачем тогда спрашиваются их колеси? Может, тогда они будут расти? Противостоять болезнам и скалечим дерево. Как правило, майя у нас сухое, интенсивное это, да, 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 нужен полив и азотное удобрение. Фосфор. Ладно, я не буду передираться к этому. Только больше, чтобы не писали про обильное поливы. Я вас умоляю, обильное поливы абрикосом смертельно опасны. Точка. Камеди течения. Господи, боже мой, вот это, вы знаете, деревья защищают себя сами, у них появляется камедь как ценнейшая лекарственная смола. И вот она выделилась, и вот она закрыла рану. Я таких видел сотни у себя, мне не надо даже было по соседям ходить. И вот это еще одна провокация. Она напоилась в 19 веке. Как можно заниматься профессионально всю жизнь абрикосами и вот это не заметить. И написать страшную провокацию. Камеди течения, трещины, морозобойные, зачистить рану острым ножом дожевой ткани, промыть медным купоросом и замазать садом вару. Это еще ладно. Помните, как вы писали этим самым коровим дерьмом? Вот. Спасибо, поправились хотя бы в садом вару. Но никакой зачистки рану острым ножом даже в ткани делать нельзя. тогда она никогда не заживет теперь. Живая ткань искалечится острым ножом не заживает. А такая сама себе где-то зарастет с помощью комедий, где даже комедии не хватает, у нее может не хватить сил всю рану замазать. Все равно рана заживет. Это я говорю, у которого 30-летие древи абрикосы до сих пор живы и с комедией, и с страшнейшими ранами. Но 20-30 лет это не это. Не говорит о том, что вы совершаете глупость, когда заставляете рану ну есть такое слово в народе, как это называется, разбередить рану. И оно как это то есть у человека рана она может зажить, а вот здесь допустим или душевная рана. А есть понятие разбередить ее. Вот это вы придумали. И заметьте, это только одна единственная страница. Дальше я боялся глядеть. Вот. и смертельный вред, который получился, вот это странно, а это странно. Так, теперь некоторое опрочнение к вашей статье. Я не болтун, который взял, сказал, а может быть, я не прав, а может быть, искалеченные деревья правда здоровее становятся. заметьте слова, деревья искалеченные обрезкой становятся здоровее. Вот тут уже нужен санитар, но не мне. Потому что я такого никогда не скажу, что деревья искалеченные обрезкой становятся здоровее. Слабее, страшно слабее. Вот. Ну и вспоминаем. Полив. Полив должен быть только дождевание. Всё. И полив очень умеренный. Есть. Это надо было видеть, что когда по федеральному каналу, я уже не называю, как по-другу от нас всё-таки пригласят туда. Или Сергея Железова, или Савинич, или ещё есть наши есть ещё эти самые ребят много уже, которые мной научены. Вот. Жаль почти никого с этим, с сельхозообразованием. Так вот, корни есть питающиеся, корни есть, которые пьют воду. Вот. И сделать такое, показывать на всю страну, что центральный корень отрезаем, потому что он не нужен, и тогда пышные корни распустятся. Пышные боковые. А вот откуда морозостойкость, а те, кто консулов, это не знают. Вот. И слово антифриз, это с нижних горизонтов дерево должна попадать с помощью через него корня антифриз. Незамерзающий раствор для Сибири, для северных районов. А человек говорит, отрежет, он этого не знает. И вот эта учёба, которую произвели десятки, десятки лет назад, один к одному вместе с запятыми переслал на 21 век и продолжает мусить всю страну. Центральный корень отрезан. Я вам показывал уже в этих, помните, в журнале отрезанный корень центральный. Я вам показывал центральный корень отрезанный книги классика, классика. Так по мере я не называл. Пусть неспокойно. Вот. Вот столько пролили, хватит. Это наружных для межных корней. А не тот колен. А то пролейте так, чтобы доставало до 5 метров глубину. Ты думаешь, что ты уничтожаешь всё подземное эти структуру. Погибает все плодородие, все бактерии. Роль бактерий никто не знает и не понимает. А вот это вот моё дерево, это то самое юг России, юг это, юг Украины, Хершон, Школы, Береславский Лен. Оттуда привезена веточка. Первое. Росло 22 года. 45 собрано. Телевидение подтвердит. Называется Рослита садовода. Перед телекамерой собирали. 45 собранных. И сейчас ещё тысячи костей коллегат. Я в нескольких фильмах их показывал. Так ходил камерой. Вот так показывал горько, которые никому не нужны. Вот. Пусть меня упрекнут. Чешевидную форму хотите? Вот она. Ну. Вот такая чешевидная форма, да, придает это. Но не искорительная ни одной венточки при этом. А вы что учите-то? думали, когда учили искалечить дерево? И на него искалечено сразу эти всё идёт это. На моём абрикосе, на этом и вообще ни на одном. Вы не найдёте, приезжайте сегодня, сейчас. Я фильм снимал сегодня сегодня снимал фильм. Через день два увидите. Ни одной клинки. Я с любовью сегодня в фильме показывал. Ещё раз, через два дня увидите. Ну, не завтра. С любовью показывал. Там я на одном дереве на априкосе. А она с этого. С цихотолинской. С цихотолине. Вот. С необычными листами я специально показал. И вот я нашёл, считал. Тут муравей, тут охрана, охрана идёт. Нет ни одной клинки. Зачем я буду убивать этих муравей? Мне что, было пальцем вот так, вот, такая недоволь с ним рушена. Они обходят дерево. На дереве нет, вы увидите, увидите завтра. Ни одной ранки, нет ни одной дырочки на листях, нет ни одной клинки. Да я щеконяку подспорю, самого не придёте, ни одной клинки не найдёте. И это во всём саду. Вы на какого хрена учите это всё, что вы учите? Ну, дерево-то, вот оно, не тронуто и никем. Вы знаете, я взял это, прям в фильме, взял, прошёл до этого, от котика меток до ствола 8 метров, и туда 8-16, 16-16 до 16 поперёк, вот, умножаем, допустим, это, получается, где-то примерно 15 до, ой, господи, 150 квадратных метров, что ли? Одно дерево? Да, где-то 150 квадратов. Вот. Что вам ещё надо-то? А теперь представьте себе, что вот эти 150 квадратов скопать и всё время держать чёрный пар. Как ещё убеждать-то? На какой чёрт это всё делать, когда даёт 40 метров, а остальные сгнили? Ну, Платонова, ну, красовалась на окаме, принесла вреда очень много. Нет, надо было сделать книгу назвать энциклопедии, представляете? И показать, как уничтожать с помощью покраски деревья. Думайтесь, а я к кому сейчас обращаюсь? Если кто-то с администрации президента увидит, может, действительно поймёт, о чём лечит. Я бы на уху отправлял из этого самого раскрученного журналиста. Книгу отправил свою. И вот такую, а настоящий книгу. Мухом не повёл. Так. Я теперь обращаюсь ещё раз к этой даме. Чуть статью мы сейчас проработали. Лариса Андреевна, спор не закончится. Сколько ещё там? Вещь-то пойдёт? Вещь пойдёт. Ещё о посадке. Одна из ваших страшнейших ошибок. Вот. Если бы вы не написали эту статью, ну ведь у нас же был спор. Ну был. Почему бы я не смог вас переубедить, а? Как так получилось? Почему я не смог переубедить, что вот это вот смертельно опасно? Это одна из причин, почему у нас нет в стране садов. Вот. Это закопка до какой глубины? Мне уже сильно повторять. Вот. Вот это вот пешик был закопан полностью. Когда он налазит, он выкапывается сам. Вот это вот сенадолия, видите, абрикос, не смотрите на камень, это не мой снимок. Все к нему прислал и пишут, я все правильно сделал, я пишу неправильно, про камень молчила, это есть такая, знаете, теория, мол, пусть греет и пусть потеет. Это и камень ни при чем. Я про посадку. Сенадолия под землей. Там вот столько вот заглубления штаба, и он сгниет этот абрикос. Сто процентов сгниет. Земля-то видите какая? У меня-то глаз набитый, это почти. Вот. И он там сгниет с гарантией. Вот так человеку объяснил. А как я объясню ей это самое? Лариса Андреевна. Зачем было опять повторять про это? А она повторила в другом месте. Она повторила в самом раскрученном журнале России. Вот. Который до сих пор самый раскручен. Ключай драконяст. Ну сейчас там можно как-то было исправиться. Ведь был же у нас с вами диалог. Был. Спасибо Сафронову. Он выступил посредником. Ну еще добился. Осталось на своем мнении. А я уже сказал, а теперь говорю Б. Вот вылезло. Когда семя доли наверху, это даже в ЕГЭ есть. за шестой класс. Ну почему за шестой класс ЕГЭ есть, а ученые известны, этого не знают. вот она. Это один из тех снимков, одни из тех фотографий. Я не рассказывал, как, откуда у меня жилась история этой фотографии. Когда женщина похвасталась, что у нее в горшках зашли мои косточки, а когда я спросил, как глубоко закопало, сказал, сантиметром на 5-10, я давал трубку кричать, срочно выкапывайте. Поздно. Ручка сдохла. Продолжение следует...